Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги «Чисел», перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала «Экзегет». В 13 главе разведчики, которые ходили в Ханаан посмотреть землю, которую Господь обещал дать израильтянам, пришли и рассказали, что земля хорошая, но жители ее богатыри, с которыми мы не справимся. И вся община подняла громкий крик. Всю следующую ночь народ плакал, сына Израиля вороптали на Моисея и Рона. Вся община говорила Моисею и Рону, уж лучше бы мы умерли в Египте, уж лучше бы мы умерли в этой пустыне. Зачем Господь ведет нас в эту страну, чтобы мы погибли от меча? Жены наши и дети попадут в неволю. Не лучше ли нам вернуться в Египет? И люди стали говорить между собой, давайте выберем предводителя и вернемся в Египет. Понятно, что Моисея их туда не поведет. Сами они. Это еще во многом толпа рабов, хотя она становится народом, но не стала пока. Им нужен вождь, который их поведет. Как? Вот давайте выберем кого-нибудь, может быть, он нам поможет. Моисей и Рон. Простерлись вниз пред общиной сынов Израилев. Смотрите, они кланяются не Богу, они кланяются людям, они перед ними лежат на земле. Иисус на вины Калевсына и Фунэ, ходившие вместе с другими разведчиками осматривать страну, разорвали свои одежды и стали убеждать общину сынов Израилевых, только двое из двенадцати. Та земля, по которой мы прошли ее осматривая, очень и очень хороша. Если мы будем угодны Господу, Он приведет нас туда и отдаст нам эту землю, текущую молоком и медом. Только не бунтуйте против Господа. А людей той страны не бойтесь, мы их одолеем. Они лишились своей защиты, а с нами Господь, не бойтесь их. Община хотела побить их камнями. Понятно, они испугались, это уже такая малоуправляемая толпа. И тогда уж отрав встречи предсталась нам Израилевым слава Господне. Господь сказал Моисею, до каких пор этот народ все будет смотреть на меня с пренебрежением? Будет не верить мне, несмотря на все знамения, которые я совершил среди них. Я поражу их чумой и уничтожу, от себя я произведу новый народ, который будет еще многочисленнее и сильнее. Вот в прошлый раз Моисей вспылил и говорил Господу, сколько можно я не могу нести один этот народ, как нянька носит дитя, когда они хотели мясо. А тут они вообще отказались идти к конечной цели своего путешествия, и уже Господь вспылил и сказал, все, этот народ уничтожу, а ты станешь прародителем нового народа. Казалось бы, почетно. Все, Моисей, просто отдыхай, твои правнуки войдут в эту землю, а этих я сейчас убью. Тебе больше ничего не надо делать, просто живи в ожидании, пока твое потомство станет достаточно многочисленным. Но Моисей сказал Господу, про это услышат египтяне, ведь из-под их власти ты силой свою вел этот народ. Они расскажут про случившиеся жителям этой страны, а те уже слышали, что ты, Господь, пребываешь среди этого народа, являешься здесь воочию, что облако твое стоит над этим народом, что ты сам идешь впереди их днем в облачном столпе, а ночью в столпе огненном. Если ты истребишь этот народ до последнего человека, то все народы, до которых дошел слух о тебе, скажут так. Не смог Господь привезти этот народ в страну, которую поклялся отдать им, и поэтому истребил их в пустыне. То есть уничтожил как свидетелей собственной слабости. Смотрите, Моисей прибегает к хитрости, он говорит, Господи, это не в твоих интересах убивать, а тебе пойдет дурная молва. Зачем ты так будешь делать, чтобы спасти этих людей? Но зачем Моисею их спасать? Он любит свой народ, и он делает все. Смотрите, он уговаривает народ слушаться Господу, он уговаривает Господа не истреблять народ. Он посредник, и роль чудовищно тяжела. «Но да будет прославлена сила Господа, ты ведь сам сказал, Господь долготерпелив и милостив. Он терпит провинности и грехи, но виновного он не признает невинным. Он карает детей за грехи отцов, карает внуков и правнуков. Прости же, по великой милости, свои грех этого народа, как ты прощал их со дня ухода из Египта и по сей день». Вот смотрите, он молит Господа, и дальше многие люди будут так молить Господа, указывая не на невинность народа, народ виновен, не на то, какой народ хороший, он не очень хороший, а на то, каков Господь. Он милостив, и весь мир должен узнать о нем. И народ Израиля, собственно, это пример, на котором мир узнает, каков Господь, как он общается с людьми и как он с ними поступает. Поэтому, говорит Моисей, будь милостив, потому что ты и есть милостив. Тогда Господь сказал, «Я прощаю их по твоей просьбе, но клянусь собой и славой Господней, наполняющей всю землю. Никто из тех, кто, видя славу мою и знамение, совершенное мной в Египте и в пустыне, продолжали меня не слушать и десять раз меня испытывали, никто из них не увидит страны, о которой оклялся их отцам. Никто из тех, кто не верит мне, не увидит эту страну. Но не таков, по духу, мой раб Калиф, он остался мне верен, и в награду я приведу его в ту страну, где он уже побывал. Его потомство будет владеть этой страной». Ну, то есть, один человек сохранил верность, и его ждет действительно эта страна. Иисус Новин, кстати, тоже, потому что мы просто знаем из книги Иисуса Новина и из других мест, что так оно и было. «Долины той страны заселены амаликитянами и ханониями. Завтра поворачивайте, идите в пустыню по дороге к морю Суф». Ну, приходится в обход море Суф, то самое тростниковое море, через которое они уже перешли. Возвращаться приходится, но не в Египет, да, не совсем вот туда же, где они были, а вот куда-то в ту сторону. «Господь сказал Моисею и Арону, доколе эта община негодяев будет на меня роптать? Я ведь слышу, как жалуются сыны Израилевы. Передай им, клянусь собой, говорит Господь, чего вы хотели, то вы от меня и получите. Ваши тела останутся в этой пустыне». Они же говорили, лучше бы мы в пустыне умерли, да? «Тела всех, кто исчислен в ваших родословиях от двадцати лет и старше. Тела всех, кто роптал на меня. Никто из вас не войдет в ту страну, в которую я поклялся поселить вас. Никто, кроме Калева, сына Ифоне, Иисуса Новина. А вот детей ваших, за которых вы боялись, как бы они не попали в плен, их я приведу в страну, которую вы отвергли. Они увидят, что это за страна. Ваши тела останутся в этой пустыне, и ваши дети будут пасти скот в этой пустыне сорок лет. Они будут нести наказание за вашу измену, пока последний из вас не погибнет в пустыне». Смотрите, толпа рабов не войдет в землю свободы. Только те, кто сумел стать свободным. Вот двое человек, Иисус Новин и Калевы, которые ходили на разведку и рассказали правду, которые готовы были сражаться за свою свободу. Они войдут. Остальные рабы. Рабы, странствуя, умрут. Их дети смогут. Смена поколений. Это же всегда так происходит. Да, то есть не бывает так, чтобы вдруг все люди в чем-то убедились, все люди изменили образ мысли. Но бывает так, что уходит прежнее поколение, и приходит новое, воспитанное в свободе. Мне кажется, в нашей стране это тоже происходит. Итак, 40 дней вы осматривали страну, и по числу этих дней, по году за день вы будете нести наказание за свои грехи 40 лет. Тогда вы узнаете, что значит изменять мне. Вот, кстати, люди спрашивают, сколько должно пройти между выходом из коммунистического рабства и свободной жизни в России. Если по-библейски, то 40 лет. Ну, может быть, удастся раньше. Но срок вот здесь отмечен. Так вот, вы будете нести наказание за свои грехи 40 лет. Тогда вы узнаете, что значит изменять мне. Это говорю я, Господь. Клянусь, что так я и поступлю с этой общиной негодяев, взбунтовавшихся против меня. Они найдут свой конец в этой пустыне. Они здесь и умрут. Люди, которых Моисей отправил осмотреть эту страну, и которые, вернувшись, распустили о ней дурные слухи, так что вся община стала роптать на Моисея. Все люди, распускавшие злые слухи об этой стране, умерли от мора. Господь поразил их. То есть эти уже сразу. Из всех, кто ходил осматривать страну, в живых остались лишь Иисус Новинный, Калев, сын и Фунэ. Моисей передался нам Израилем слова Господа, и скорбь объяла их. На следующее утро они отправились в горы, говоря, мы пойдем туда, куда велел нам идти Господь, мы согрешили. Вот смотрите, они понимают, что что-то пошло не так, и они идут. Но это опять-таки их самовольное решение. Они просто стараются исправить своими силами то, что, наверное, может исправить только Бог. Моисей сказал, зачем вы не следуете указанию Господа? Вас ждет поражение. Раз Господь не с вами, то не ходите, а иначе враги одолеют вас. Там впереди Амаликитяне и Ханане, и вы падете от меча. Ведь вы отвернулись от Господа, и Господь не с вами. Но те самонадеянно направились в горы, а ковчег к договору с Господом и Моисеем оставались в стане. Амаликитяне и Ханане, обитатели этих гор, спустились им навстречу и разбили их, и гнали их до самой хормы. То есть вопрос не в том, кто круче. Всегда наши побеждают. Нет, не всегда. А наши побеждают тогда, когда с нами Господь. А с нами Господь тогда, когда мы следуем Его призыву, когда мы исполняем Его волю. Вот и все. Простая схема. А все остальное – поражение, победа, завоевание, отступление, бегство – это лишь формы, в которых проявляются наши отношения с Богом. Это лишь следствие нашего с Ним союза или нарушения этого союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова